Творческая группа «Экспедиция» продолжает свое путешествие. На этот раз мы едем в Наманганскую область с целью сбора видеоматериала для серии передач о традиционных обрядах, туристическом потенциале региона, пароме, соединяющем два берега, величественной сырдарьи и еще много интересного из жизни этого края. Ранним утром все члены нашей команды собрались в условленном месте. Еще раз проверив свой багаж, мы выехали из Ташкента в Наманган. Нужно сказать, что город встретил нас небольшим дождем. Проезжая по его мокрым улицам, мы беспокоились, не помешает ли он нашей съемке. Мы едем наугад, надеясь на удачу, так как, согласно прогнозу, всю неделю ожидается дожди, и вчера был сильный ливень. Не знаю, какая там погода. Для нас, конечно, желательно, чтобы было солнечно. Мы подъехали к селу Эр-Таш-Сай. Здесь природа неописуемо красива. Дождь понемногу начал затихать. Вокруг высокие скалистые горы, откуда не извергаются множество водопадов, образованных частыми дождями. Мы остановились возле них. Посмотрите, какой необычный цвет и форма камней. А также водопад с кристально чистой водой, что придает особое очарование этому месту. Не правда ли? Это яркий пример удивительного творения природы. Не зря говорят, что природа лучший художник. Прислушайтесь к шуму воды. Понаблюдайте, как ее капли прыгают с камня на камень, и вы расслабитесь, успокоитесь. Отвлечетесь от суеты и забудете о проблемах и трудно разрешимых задач. Мы уверены, что удовольствие, сила и заряд энергии, полученные от созерцания этой красоты, помогут вам с легкостью найти правильное решение любых вопросов. Но, к сожалению, вот эти автографы, оставленные на прекрасных скалистых склонах, встречались нам на протяжении всего пути и оставили в душе очень неприятный осадок. Подобные поступки свидетельства недостатка культуры у тех, кто это сделал. А ведь сюда часто приезжают иностранные туристы. И какое мнение о нас сложится у них? Насладившись красотами водопадов, мы продолжили свой путь. Эксперты утверждают, что когда человек путешествует, проблемы и вопросы, которые его беспокоят, естественным образом остаются там, где он живет. Именно поэтому для улучшения душевного состояния рекомендуется чаще путешествовать. Согласно нашему плану, первым пунктом назначения в Намангане будет место, где берет начало река Сардарья. Оттуда, на лодках, мы поплывем в древний город Аксикент. Мы в пути уже более трех часов. Сейчас находимся в Папском районе. К этому времени и дождь прекратился. Нам повезло, и мы меняем направление. Теперь мы направляемся не к истокам Сардарья, а на другой ее участок, в Папском районе. Это удивительное место, где с давних времен курсирует паром, перевозя людей с одного берега на другой. Ну вот мы и приехали. А это тот самый паром, который уже более ста лет соединяет два берега, помогая людям с переправой. Здесь величественное Сардарья пересекает кишлаки Тодда Апапского и Карашахар Мингулагского района. Именно в этой части потока паром соединяют два пункта назначения. Мы взошли на паром вместе с пассажирами, которым нужно переправиться на противоположный берег. Шахпус, давай поскорее развязывай. Вот так вот, хорошо. Все, хорошо. Теперь оставь вот здесь. Начинай крутить ручку. Вот хорошо. Ага. Немного правее. Вот так. А для чего это нужно? Это чтобы повернуть паром в эту сторону. Своеобразный ром, понимаешь, да? Тут не нужно много силы, просто нужна сноровка. И вот, посмотрите. Я очень много лет занимаюсь этим. Вот. Когда наматывается, она должна укладываться ровными частями. Вот так. Мы решили помочь паромчику. Слово за слово, и у нас завязалась беседа о его истории. Да, наматываю. Ой, осторожно, осторожно. О, видишь, да? Так можно покалечиться. Я же говорил, надо наматывать ровно. Этот паром был спущен на воду в 1984 году. Раньше тоже были паромы, но другие. Меньше размером, деревянные. Позже металлические. А этот паром, как я уже говорил, был построен в 1984 году моим покойным отцом Ахмаджоном Хаджи Бува. И вот с того времени я на нем работаю. Самый первый паром появился в 20-х годах прошлого века. На нем работал мой прадедушка. В те времена такого троса, конечно, не было. Паром перетягивался с помощью деревянных шестов, приспособленные под весла и канаты, привязанного к телеге, запряженной лошадью. Река тогда была намного полноводней и шире. Шире, чем сейчас. Расстояние между двумя берегами составляет 120 метров. В период размножения рыба так резвится, что выпрыгивает из воды и плавает на ее поверхности. А когда сходят сели, вода в реке становится красной и остается такой до 10 дней. Как известно, история парома началась в далеком прошлом, а Бахт-Йораке – паромщик в третьем поколении. Конечно, за это время здесь произошло немало интересных и удивительных событий. Своими глазами мы не видели, но слышали. Мой отец был лучшим рыбаком в нашем кишлаке. Однажды он рассказывал, как в сеть попалась очень крупная рыба. Но она смогла разорвать ее и уплыть. Ее удар был такой силой, что его лодка не удержалась и резко перевернулась. Мы целыми днями плаваем от одного берега к другому. Много интересного видим и узнаем. И пассажирам не скучно. Стараемся создать для них комфортные условия. Сейчас со мной работают мои дети и даже внуки. Это уже четвертое и пятое поколение паромщиков. Беседа с Бахтьюракья была очень интересной, но здесь мы вынуждены сделать паузу, так как доплыли до берега и люди стали выходить. Ну а нам стало интересно, что они думают о пароме. Вы ожидаете паром? Да, я жду паром. За сколько минут вы добираетесь до берега? Я из этого кишлака вышла замуж в Чуст и переехала к мужу на тот берег. Здесь у меня остались родственники, которых я иногда навещаю. Скажите, сколько раз в день паром курсирует? Чем больше собирается машин и людей, тем лучше. В зависимости от числа пассажиров. Но долго ждать не приходится. Если уж совсем никого нет, то с полчаса приходится подождать. Вот и паром подошел. Не задерживайтесь. Счастливо. Спасибо. И хотя сейчас есть все возможности построить здесь современный удобный мост, из наших бесед с местными жителями поняли, что паром стал для них своего рода традицией и даже частью их жизни. Кроме того, в ближайшее время планируется провести его ремонт, после чего он обретет современный вид с национальным колоритом. Если будет мост, то придется идти в обход 45-50 километров. Это займет много времени и немалые затраты. А на пароме можно переплыть напрямую всего 3 километра и всего за тысячи сумм. Мы стараемся по возможности, чтобы людям было удобно. Когда требуется, мы сами ремонтируем его. Бог даст, все сделаем. И дороги, и чайханы построим, благоустроим территорию. Будет хорошо и красиво. Тем временем мы доехали до берега Кишлака Тода. Здесь, на паром, зашла фольклорно-этнографическая группа Хазрати Боб. Они возвращались после концерта. Ее участники, веселые и душевные, рассказывали пассажирам о своих песнях, лопаре, свадебных и других. Но прежде спели о сумаляке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У нас богатое устное народное творчество. Достаны, былины, сказки, пословицы, песни, мифы и легенды, которые легко могут конкурировать с образцами мирового фольклора. На сегодняшний день количество записанных былин превысило 400. Варианты образцов других жанров составляют множество томов. Все это представляет поистине великое сокровище. Не всякий народ имеет столь бесценное наследие. Представьте себе, какой может быть письменная литература народа, обладающего таким богатством. История, культура, этнография это идентичность нашего народа и главная наша задача это вести все это до молодежи. Путешественников и туристов очень привлекает экзотика, истинное народное творчество, музыка, танцы, песни. Музыка, Слушая фольклорные песни, в сознании возникают различные образы. Ведь эти песни, сложенные народом, историю радости и проблемы. И сейчас, в продолжении нашего путешествия, давайте послушаем еще одну песню в исполнении этого замечательного коллектива. Следующая песня ансамбля о кувшине, в котором соединились земли Гурум-сарая и воды Сырдарьи. Музыка, 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 Народный фольклор Народный фольклор является основой, источником всех видов искусства, а потому находится в гармонии со многими из них. В то же время он также является одним из видов искусства, имеющий специфические признаки, отличается своей идентичностью и неповторимостью. Народный фольклор Эта сфера включает в себя музыку, танцы, ремесла, изобразительное, художественное и другие виды прикладного искусства. Иными словами, устное творчество – это процесс, отражающий прошлое, настоящее и будущее народа, тесно связанный с его судьбой. Вот почему наши великие ученые назвали его народной литературой. Не зря говорят, чтобы познать какой-нибудь народ, нужно сначала познакомиться с его фольклором. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Наслаждаясь фольклорными песнями и танцами, мы не заметили, как приехали в Кишлак Карашахар. А здесь собралось много людей, ожидавших прибытия парома, который не успел примкнуть к берегу, как один за другим стали заходить. Четыре, пять, шесть, вот и седьмая машина. Наше внимание привлек водитель, перевозивший тяжелый груз. Как выяснилось, он с семьей ехал на свадьбу в Чуст. Мы едем в город Чуст. А да, там живет наша сестренка. К ней на свадьбу и везем подарки. Значит, на свадьбу? Да. Хорошо. Сколько машин может за раз перевезти этот паром? Пять, шесть машин свободно. Могут поместиться, да. Нам часто приходится ездить туда и обратно. Очень удобно. Мне 68 лет, и сколько себя помню, наш паром здесь ходит исправно. Конечно, он несколько раз менялся за это время, но сельчанам это большая помощь. Если нужно перебраться на противоположный берег, очень удобно воспользоваться паромом. Спасибо. После разговора с Мухаммаджон Акья наше внимание привлекла оживленная беседа участников фольклорного ансамбля. Постепенно мы присоединились к их разговору. Почему вы выбрали именно фольклор? В нашем папском районе существует множество уникальных обычаев и традиций. Как известно, в разных регионах они имеют свои особенности, и мы бы хотели их сохранить и донести до следующих поколений. Наш коллектив – единственный в наших краях, поэтому мы выбрали это направление. С детства мы слышали, как пели наши мамы и бабушки. Это было так красиво. Теперь мы поем их песни, выступая на разных концертах. Их в нашем репертуаре много – и старинных, и новых. И, конечно, нам тоже хотелось бы передать это народное наследие своим детям, чтобы они продолжали наше дело. С этой целью мы создали наш фольклорный ансамбль «Хазрата Боб». Фольклористы уделяют большое внимание при формировании репертуара, включая старинные песни и более позднего периода, при этом обновляя их в народном, современном ключе. Это, конечно, требует от человека глубокого ума и знаний. В нашем репертуаре много разных песен. Некоторые из них мы обновляем, адаптируя их с учетом нынешнего времени, чтобы легче было их понять современной молодежи. Но мы не забываем и старинные песни. Главное, чтобы они не исчезли и еще много лет исполняли следующими поколениями. Если человек искренне любит свою профессию, он на многое способен. Ведь не зря говорят, что слово, идущее от сердца, до сердца и дойдет. Таким образом, в каждом произведении устного народного творчества, его частушки или свадебной песни, всегда скрыта великая история. Прошло 12 лет со дня основания фольклорно-этнографического ансамбля «Хазраты Боб». И даже в названии этой группы скрыта интересная история. На самом деле, наш город имел название не Поп, как сейчас, а Боб. Об этом свидетельствуют найденные здесь археологические раскопки, которые находятся в музее. Отсюда проходили караванные пути. В народе рассказывают легенды о том, что здесь когда-то жили удивительные люди, способные творить чудеса. Мы хотели, чтобы это древнее название города не исчезло. Поэтому и назвали свой ансамбль «Хазраты Боб». Фольклорное творчество вызывает в сердцах наших людей не только прекрасные эмоции, но и какие-то особые чувства. Возможно, оно чарует и многих туристов другой языковой принадлежности и религии. Участники фольклорно-этнографического коллектива «Хазраты Боб» не раз были свидетелями таких случаев на своих многочисленных выступлениях и мероприятиях. Мы много выступаем на разных концертах и фестивалях. И не только в Намангане, но и в других регионах республики. Как воспринимают ваши выступления зарубежные гости? Очень запомнился один из концертов в Ташкенте. Там было много иностранных туристов. Они были очень активными зрителями. Видно было, что с удовольствием слушают нас и даже вместе с нами пели и танцевали. У каждого народа свои обычаи и музыкальные традиции. И, конечно, им интересно познакомиться с фольклором других народов, так же, как и нам. Поэтому они были очарованы и нашими песнями. Фольклор и история являются действительно актуальными темами. Ведь образцы устного народного творчества – это не только художественные произведения. Это объемная национальная энциклопедия, вобравшая в себя историю, культуру, обычаи и традиции народа, образ мышления людей. По пути мы пригласили на интервью одну из старейших участниц коллектива, исполнительницу на ченковозе Хайренисо Тимуру. В Ферганской долине мы не слышали игру на ченковозе. Он более популярен в Суркандарье. Так ли это? В наших краях ченковоз когда-то тоже был очень распространен. Его можно было свободно купить, научиться играть. Но со временем внимание к нему исчезло. А мне он очень нравился. И я специально за ним ездила в Термес, чтобы вновь пробудить интерес к этому инструменту. Многое хотят научиться, но это должно быть в душе, или для этого тоже нужен талант. Если этого нет, то ничего не получится. У меня есть внучка. Вот она играет. Никто не может, а она играет. Наш разговор с Хайренисо Апа получился очень интересным, и завершили мы его весело, с юмором и шутками. Наша съемка в этом месте завершилась. Завтра мы отправимся к живописному месту, где берет начало величественное сыр Дарья. А пока мы сделаем паузу. Встретимся в следующем выпуске нашей программы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok